Помогал детям прятаться от налетов, от бомбежек, от всех. Деток выводил, заводил всегда, чтобы погуляли они, потому что в бомбоубежище сидят долго, надо же свет увидеть. И вот буквально как раз они поужинали, батюшки с храма помогли, дали покушать. Деток очень много, все маленькие, всем нужна помощь. И получается, только я их, как бы можно сказать, только завел, осталось там 2-3-4 девочки наверху. И она как раз как начала вот это все, но я девочек как-то с собой как бы прикрыл, чтобы они забежали. А себе вот получилось как, получилось. Посекло все кассетными бомбами. Ну, она была яркие вспышки, скорее всего, это была кассетная. Ну, националисты, получается, обстреливали? Да. Ну, я сейчас с сыном. Вот в школе он учится, например, к примеру, география. Он отвечает по-русскому, а ему за это двое поставили. За то, что на русском разговаривают? Да, за то, что на русском. Вот так вот. И люди все просто запуганы. Они все там хотят Россию. Все хотят. Когда российские танки шли, колоды шли, все встречали, махали всех, приветствовали. Ну, их просто запугали. Понимаете? Запугали. Они, если видят это такое, значит, приходят потом погромы домой, сбивают ребят или забирают себе туда-то кусочное мясо на войну. Продолжение следует...